МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационную программу Ильичевские новости в студии Оксана Василенко. Сегодня в нашем выпуске. Совещание по организации празднования в Ильичевске Нового года состоялось в четверг с участием представителей отделов исполкома и городских предприятий. Выполнение городской комплексной программы здоровья населения Ильичевской территориальной громады было основным в повестке дня постоянной депутатской комиссии по вопросам образования, охраны здоровья, культуры, спорта и по делам молодежи. В городском реабилитационном центре для детей и молодежи прошел фестиваль «Звездочка» с участием ребят с ограниченными функциональными возможностями. Команды семьи Ильичевских школ приняли участие в традиционных соревнованиях в Соку-Джурах, посвященных Дню вооруженных сил Украины. Об этих и других новостях вы узнаете подробнее в течение следующих 20 минут. На початку випуску ми пропонуємо до вашої уваги короткий огляд подій в Україні та світі, информация, про який отримана з мережі Інтернет за допомогою інтернет-провайдера Global City.net. На утеплення житлового фонду, за рахуванням того, що тільки багатоповерхівок в Україні понад 80 тисяч, потрібно майже 45 млрд грн. Про це заявив сьогодні під час брифінгу заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлового комунального господарства Едуард Кругляк. За його словами, уряд вже підготував законопроект, який дозволить залучити іноземні компанії для масштабної термомодернізації житлового фонду. Крім того, Держагентство з енергоефективності та енергозбереження планує навесні запустити повноцінний ринок енергосервісних послуг. Він передбачає залучення приватних компаній для робіт із утеплення будівель та отримання ними прибутку за рахунок зменшення споживання енергії. З 1 січня 2016 року запроваджується нова форма декларації про майновий стан і доходи. Вона затверджена наказом Міністерства фінансів та зареєстрована в Міністерстві юстиції. Для зручності фізичних осіб у новій декларації об'єднано звітність по податку на доходи фізичних осіб та військовому збору. Для спрощення та зменшення часу для її заповлення обсяг зменшено з двох аркушів до одного, а кількість додатків – з сіми до чотирьох. Будівництво трансанталійського газопроводу ТАНАПС з Азербайджану до Туреччини буде пришвидшено. Про це повідомив прем'єр-міністр Туреччини Ахмед Давутоглу на спільній прес-конференції із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Поставки газу повинні розпочатися до 2018 року. Турбопровід ТАНАП дозволить Туреччині збільшити закупівлю азербайджанського газу на 6 мільярдів кубометрів щороку і надасть можливість Баку експортувати до Європи 10 мільярдів кубометрів газу на рік. В Європу газ потраплятиме по сполучуваному з ТАНАП газопроводу ТАП. Газ постачатиметься із азербайджанського родовища Шахденіс. Уряд Каталонії не має наміру відмовлятися від подальших кроків з отримання незалежності цієї автономної області на північному сході Іспанії. Про це заявив у четвер глава уряду регіону Артур Мас. Заява прозвучала наступного дня після того, як Конституційний суд країни анулював ухвалену в листопаді резолюцію парламенту Каталонії про початок відокремлення від Іспанії і створення незалежної держави у вигляді республіки протягом півтора року. Мас наголосив на тому, що резолюція є анульованою з юридичного точки зору, але не політичною. Воли парламенту не можна знехтувати. У його волі відображені устрімління і ідеї значної частини населення Каталонії, підкреслив Мас. З позовом до Конституційного суду звернувся центральний уряд Іспанії. Прем'єр-міністр країни Маріано Рахой назвав незалежність Каталонії абсурдною метою, яка ніколи не буде досягнута. Компанія «Нафтогаз України» попереджає, що з 1 січня 280 тисяч українських родин, що користуються газом, але не мають для нього лічильника, можуть залишитися без енергопостачання. Згідно з вимогами законодавства, з 2016 року газопостачання для домогосподарств, що користуються газом для підігріву води, має здійснюватися та лише за умови наявності лічильників. На 1 листопада лічильники були в 75% домогосподарств цієї категорії. До Нового Года осталось меньше месяца, поэтому уже сейчас городские службы и предприятия Ильичевска начали активную подготовку к зимним праздникам. В четверг Ильичевский городской голова провел рабочее совещание, в ходе которого были определены основные мероприятия, которые необходимо выполнить накануне новогодних торжеств. На совещании, посвященном организации празднования в городе Нового Года, мэр Ильичевска определит задачи, которые должны выполнить городские службы и предприятия. Одно из направлений подготовки – это проведение целого ряда мероприятий управлением торговли. 23 декабря на базе городских школ будут организованы благотворительные обеды. Согласно распоряжению городского головы, 10 декабря в Ильичевске стартует уже ставший традиционным конкурс на лучшее новогоднее оформление объекта торговли и общественного питания. Для участия в состязании приглашаются все желающие. Предусмотрено финансирование уже по итогам конкурса 3 призовых места. То есть призовой фонд в этом году 12 тысяч гривен. 19 и 26 декабря, а также с 28 по 31 декабря, на площадке за дворцом спорта «Юность» пройдут зимние сельскохозяйственные ярмарки. С 14 декабря по 11 января будущего года на площади перед спорткомплексом расположатся павильоны праздничной торговли. Пользуясь случаем, я хочу пригласить и все жители города. У них есть интересные предложения, то есть по продаже, производство собственной продукции какой-то. Это и пищевая продукция, это какие-то изделия, поделки. Пожалуйста, обращайтесь к нам, мы с радостью рассмотрим, определим место. В период зимних праздников горожан ожидает и обширная культурная программа. Новогодние мероприятия, организованные отделом культуры, стартуют 17 декабря. Дворец культуры распахнет свои двери всем желающим, которые хотят посмотреть новогодние сказки. У нас пройдет семь новогодних представлений, которые будут подготовлены в творческой мастерской народного ансамбля танца «Дана». Ребята смогут побывать во Дворце культуры на сказках, которые нам привезут творческие мастерские из города Одессы. Организаторы обещают сделать необычной и яркой программу празднования в Ильичевске самого Нового года. В новогоднюю ночь ильичевцев поприветствуют четыре Деда Мороза. Это азиатский, европейский, славянский и африканский. В сопровождении с димушки зимы. А сейчас коммунальные предприятия города и специалисты фирмы «Люмьер» готовят главные атрибуты зимнего праздника – устанавливают новогодние елки. Открытие главной городской елки, которая будет сопровождаться праздничным концертом, состоится в 16 часов 18 декабря. Выполнение городской комплексной программы «Здоровье населения Ильичевско-территориальной громады» на 2012-2015 годы было основным в повестке дня постоянной депутатской комиссии по вопросам образования, охраны здоровья, культуры, спорта и по делам молодежи, очередное заседание которой состоялось в среду. В повестке дня заседания постоянной комиссии по вопросам образования, охраны здоровья, культуры, спорта и по делам молодежи было три плановых вопроса. Первый из них касался изменений и дополнений в городскую программу «Здоровье населения Ильичевско-территориальной громады» на 2012-2015 годы. По информации начальника финуправления Ольги Яковенко, в этом году из городского бюджета дополнительно выделено 170 тысяч гривен на приобретение стоматологического оборудования и медицинских препаратов, которыми обеспечат школы города. Затем депутаты рассмотрели вопрос о ходе выполнения этой городской программы. Главный врач бассейновой больницы на водном транспорте Елена Кузарь подвела итоги, проделанные за четыре года работы. На сегодняшний день разрабатывается новая городская программа «Здоровье населения Ильичевско-территориальной громады» на 2016-2020 годы. Елена Кузарь предлагает жителям городского совета также принять участие в этом процессе. Вся работа этой программы и совместной комиссии будет направлена для улучшения качества и обслуживания территориальной громады, то есть жителей нашего города Ильичевска. Поэтому я готова сотрудничать со всеми, я готова увидеть, если я еще не увидела, какие-то тонкие, может быть, где-то невидимые моменты обслуживания наших горожан. И до того, как я сдам эту программу на одобрение комиссии в январе 2016 года, я готова все предложения в письменной форме, устной, у меня на приеме или как-либо другим образом принять. В завершение заседания депутаты также составили план работы комиссии на первое полугодие 2016 года. В первую очередь будут рассмотрены итоги выполнения профильных городских программ, срок действия которых истекает в 2015 году. По сведениям сектора Видеопольского отдела полиции районного управления национальной полиции в Одесской области, сектора безопасности дорожного движения по обслуживанию Видеопольского района и города Ильичевска, в период с 26 ноября по 3 декабря на территории Ильичевского городского совета зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. В четверг 26 ноября в 17 часов на автодороге Ильичевска-Одесса сбили пешехода. По улице Победы поселка Александровка двигался автомобиль «Хюндай», водитель которого не справился с управлением и в районе дома 2С сбил пешехода, перебегавшего проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход был госпитализирован с переломами ноги и руки. В субботу 28 ноября в 19 часов 20 минут на регулируемом перекрестке улиц Ленина и 1 мая сбили пешехода. По улице Ленина в направлении Гайдара двигался автомобиль «Мазда». Проезжая перекресток на зеленый сигнал светофора, водитель сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть на красный свет. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход был госпитализирован с переломом ноги. Информация о дорожно-транспортных происшествиях является первичной. Материалы находятся в следственном отделе Ильичевского отделения полиции. Проводится проверка. 3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов. В этот день в городском реабилитационном центре для детей и молодежи прошел фестиваль детского творчества «Звездочка». Своими талантами жители города удивляли дети с ограниченными функциональными возможностями. Более 15 лет подряд в нашем городе проходит фестиваль детского творчества «Звездочка». В нем традиционно принимают участие дети с ограниченными функциональными возможностями. В этом году фестиваль впервые прошел в центре социально-психологической реабилитации для детей и молодежи. Маленькие Ильичевцы пели песни, рассказывали стихи, танцевали, участвовали в конкурсах и от души веселились. Каждое выступление ребенка было наполнено душевной теплотой и трепетом. Каждый наш ребенок загорается как звездочка во время выступлений. Он радует не только своих родителей своими достижениями, но и радует и нас. Фестиваль «Звездочка» для детей с ограниченными возможностями – это особенный концерт. Его с нетерпением ждут не только воспитанники реабилитационного центра, но и их родители. Для близких детей с ограниченными функциональными возможностями важно, что их малыши имеют возможность проявлять свои творческие способности. Мой сын посещает этот центр с трех лет. Я вижу, что Рома у нас тянется в этот центр, и он ждет этого утренника. И он хочет показать, как он достиг каких успехов и похвастаться этим. Я, конечно, рада. Я хочу большое спасибо сказать организаторам. В первую очередь Березина Людмиле Семеновне, потому что она начинала все. И всем воспитателям, которые здесь работают, это огромный труд, это огромное терпение и огромная помощь всем родителям, всем мамам, которые связаны с такими детками. Каждое выступление ребенка – это результат непростой работы многих небезразличных людей. Родные детей с ограниченными функциональными возможностями благодарны всем, кто принимает участие в жизни их особенных малышей. Я хочу поблагодарить всех родителей, которые принимали активное участие в организации этого праздника, наших воспитателей, а еще большое спасибо и низкий поклон нашим спонсорам. Не каждый спонсор хочет слышать свою фамилию, но ребята идут с открытой душой, с открытым сердцем. И по первой моей просьбе они привозят то, что мы у них просим. Спасибо им большое. Фестиваль детского творчества «Звездочка» – это в первую очередь праздник доброты и милосердия. Здесь особенные малыши действительно почувствовали себя настоящими яркими звездочками. Ребята еще раз доказали, что им есть что показать и чем удивить. Команды семи Ильичевских школ приняли участие в традиционных соревнованиях «Сокил Джура», посвященных Дню Вооруженных сил Украины. В течение двух дней состязаний участники демонстрировали знания истории украинской армии и казачества, а также навыки начальной военной подготовки. Общегородские соревнования «Сокил Джура», которые проводятся в Ильичевске традиционно накануне Дня Вооруженных сил Украины, в этом году собрали команды семи школ. Состязания проходили в два тура. Первый этап соревнований прошел в школе номер один. Все команды соревновались в меткости стрельбы, из пневматической метовки на 10 метров, перетягивание каната и казацкая забава лава на лаву. Во второй день участники соревнований демонстрировали художественные номера, знания истории Вооруженных сил Украины и казачества, а также умение петь и ходить строем. К состязаниям команды готовились несколько дней. Готовался как физически, так и вивчал историю казачества. Я узнал, что много нового про историю казачества и про то, как люди могут быть влагодненны и работать вместе. Я и моя команда решила взять участие в этих соревнованиях, поскольку мы считаем, что каждый человек должен уметь защитить свою государство. Второй этап городских соревнований пройдет в апреле будущего года. Команда-победитель будет представлять Ильичевск на областных состязаниях. На сегодня это вся информация, подготовленная для вас редакцией новостей Ильичевского телевидения. С вами была Оксана Василенко. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин